Ну все, догоняю до суда, до гаража, иди, 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 все, все. Поступил комментарий на днях, написал мой зритель, ну и все деревни, все люди в деревне простые у нас, умные, знают всякие какие-то интересные вещи. Ну че, выполняем демо для тебя, специально именно для тебя и для всех остальных зрителей, кому это интересно. Так что вот так, вот так, и еще были комментарии до этого, все просили показать, где живут у нас, как мы содержим овец, наших овец. Как это сказать правильно, вот я посоветую, может быть кому будет полезно, может быть интересно, не все яйца складывать в одну корзину. Я скажу так, что каждый решает сам по-своему, чем лучше заниматься, от себя лично скажу, что, конечно, есть даже такие случаи, что даже в нашем районе есть когда... Друзья, всем привет, сейчас я сниму для вас ролик, мне поступил комментарий на днях, написал мой зритель Диму Кузин, Диму Кузин, привет тебе. Если можно, снимите ролик про то, кого выгоднее держать в вашем случае, овец на мясо или коров на молоко, если можно, озвучите цену на вашу продукцию. Ну че, выполняем, Дима, для тебя, специально именно для тебя и для всех остальных зрителей, кому это интересно. Вот это пожелание. Что выгоднее держать, коров на мясо, овец на мясо или коров на молоко. Так что вот так. Вот так. И еще были комментарии до этого, все просили показать, где живут у нас, как мы содержим овец, наших овец. Я живу в Омской области, кто не знает, это Западная Сибирь. Сегодня у нас стоит погода, ночью был минус 25, сейчас стоит минус 22 или 20, ну неважно так, дует ветерок, но в ограде, видите, нет ветерка. Я к тому же делал петличный микрофон. Овечки у нас зимуют вот в таком дощатом сарае, просто дощатый сарай. Вот, сейчас я возьму камеру и вам покажу. Да, так вот. Сарай этот я уже как-то уже показывал, говорил про него, достался нам от хозяев, старых хозяев, от Полмачева Сергея Сергеевича, бывший хозяин, дедушка старый жил здесь. Ну мы его, мы этот сарай оставили, подремонтировали его, на нем деревянная крыша, она уже там кое-где местами бежит, протекает, надо будет класть сюда профнастил или шихером. Подвели столбы, столбы деревянные, ну а овечки живут у нас здесь, вот. Вот они, вот, потолка у этого сарая нету, так называемого теплого. Вон там ясли стоят, здесь есть овечьи, эти матки, баранов я убрал. Насыпали раньше, короче, насыпал это, муку. Зерноотходы сюда, ну а сейчас просто вот в корыто насыпаем, там корыто стоит, вон там деревянное, тазик есть, тут вот вода налита. Воду наливаем зимой обязательно теплую, вот на улице хоть и стоит, сейчас 20 градусов, но вода еще не совсем застыла. Вечером еще нальем воды теплой. Так, сколько у нас ягнилось, у нас здесь, здесь у нас что тут, 13 маток осталось. Из них 4 матки уже ягнилось, уже ягнята большие, вот такие, вон они стоят. Тут черные, белые, вон ягненок с рогами видно, да, видно. Два черных, два белых ягненка. Так что вот так вот. Акоты нам еще предстоят, мясо продаем. А, да, какой породы, спрашиваете, вы часто иногда спрашиваете. Не знаю, какой породы, вот есть там серые, это вроде как романовские считаются. Делаем каждый год в браковку этих овечек, оставляем самых крупных, самых больших, ну как бы на это, чтобы... Ну а зачем мелочь держать? Вот так вот, здесь вот, ну есть вот старые особи, есть молодые особи. Почему мы оставляем старых? Старых мы оставляем, чтобы они водили домой скотину. Вот когда выгоняем на улицу, ну, в пасёп летом они ходят у нас, и старые овечки приводят всегда домой. Плюсы овечек, это, естественно, вот держишь их, они не требуют никакого теплого помещения. Шерсть у них, правда, шерсть сейчас никто не принимает, ну, можно... Да, не принимают, но у меня супруга, ну и так женщины, есть женщины, которые умеют прячь шерсть, прячь шерсть, вязать с шерсти варежки, другие какие-то вот эти чулочные, насочные изделия, так можно назвать. Вот так вот, ну и дешёвое мясо, чё, раз надо мясо заколол, захотел, мясо заколол, раньше держали, ну, больше, когда было больше, когда меньше, сейчас вот где-то в районе 13 оставляем, тут каждая потеря обэтывается, ягница будет по одному, по два ягнёнка, будет в два раза, как говорится, больше. Ну, ягнята бывают там, то затопчут, то хеленькие, ну, бывает, что это не выживает, не все, ну, выживает, как говорится, сильнейший. Вот так, почём продаём мясо? Мясо продавали, продавал я уже два года подряд или три года подряд, где-то по 200, раньше продавал по 200 рублей за килограмм, сейчас продаю уже года два или три подряд по 250 рублей за килограмм. То есть овечку берёшь, колешь её и взвешиваешь потом или сразу, или на следующий день их там, про этому покупатель берёт, ну, вес, по весу там взвешиваешь, и вот тебе 250 рублей килограмм, выходит где-то примерно от 10, ну, овечек, колю всегда самых молодых, ну, бывает и старых, старая овечка жирнее, ну, молодая, есть молодая, молодая, зато мягче мясо, у неё мягче, лучше, конечно. Так что вот так вот, ну, и такая вот цена, да, вес тушки бывает от 10 килограмм и примерно до 15, такой самый распространённый. Ну, чем больше овечка, тем старее овечка, тем покормишь её пожирнее, там уже к 20 подходит, ну, это уже кормить надо больше. Ну, а так, в основном, на убой идут такие самые какие-то, ну, не кондиция такая, оставляем, всегда пожирнее, получше, вот так вот. Ну, вот, вот стоят у нас они так вот. Из минусов, минусы содержания овечек, то, что они очень сено много затопчут, короче, это, в ясли запрыгивает, топчут его, и часто, короче, отходы много от сена от них, вот. Ну, вот они тут у нас стоят, почему в таком помещении стоят? Очень много развелось собак в деревне беспризорных, тут их подкармливают, бывают женщины, сердобольные, собачек этих беспризорных, и собаки гоняют овечек, у нас были случаи несколько лет на других улицах, когда собаки залазили, вот, в кашух, вот, на другой улице, и там просто-напросто давили овечек, вот. Ну, а тут вот, тут нигде, короче, собака чужая не залезет, вот, если только дверь откроется, вот эта, и так вот, дверь такая вот, на крючке, ну, и еще есть тут запор такой. Вот так вот, вот, минусы, какие еще минусы? Раньше, раньше как-то все равно, или люди стали победнее жить, может быть, люди стали, может быть, наоборот, богаче стали жить. Сбыта больше было овечек, овец, так что, вот, плохо это или хорошо, ну, а так вот, сколько тут надо мяса, две головы заколол для себя, кушай всю зиму, если хочешь. Ну, на шашлык кому надо. Ну, а так стараемся, вот, окотных, которые беременные, оставлять на развод, их не колоть. Так что, вот так вот. Вот, помещение такое здесь, 4 на 5, 4 на 5, ну, тут, конечно, маловатое место в этом помещении, ну, ну, ничего, в тесноте, как говорится, зато не в обиде. Да, еще что хотел сказать, вот они, когда стоят, топчут сено, сено часто вот просто складываю вот сюда, вот в эти, вот в эти места. Тут вот складываю от овечек сено объедю, потом тут маленько пересолью посыплю и даю это сено коровам. Ну, коровам, когда держал лошадь, когда-то много лет назад держал лошадь, то лошадь это все сено съедала с удовольствием. Так, сейчас камера расфокусировалась, вот сюда выйду. Лошадь это сено съедала зимой, стояла на холоде, лошадь это все сено съедала. Почему перестал держать лошадей? Да, блин, не успеваешь за всеми ходить, за всем надо время, за всем все это надо ходить. Вот, сейчас коровы, кстати, стоят вот в теплом помещении, за мной, вот этот двор теплый. Да, сколько стоит у нас литр молока, что выгоднее, овечек на мясо или коров на молоко? Коровы дают молоко, но в данный момент они стоят в запуске, у нас коровы находятся, то есть ждут теленка, ждут, каждая корова ждет теленка. Мы их не доим, они, как говорится, отдыхают, набираются сил. Вот так вот. Молоко у нас продается по 40 рублей за литр, но закупать его тоже никто не закупает, вот есть люди приезжие, ну и местные жители, те, кто не держат коров, молока хотят. Есть две альтернативы, взять молоко в деревне, это у местного жителя купить или сходить в магазин, купить там магазинного молока. Ну магазинное молоко там, сами знаете там, ну кто говорит, что это молоко, кто говорит, что это вода подкрашенная, там жидкость какая-то, вот это молочный продукт. Так что каждый решает сам для себя, что это молоко или не молоко и где брать молоко, это покупать или в магазине или у местного жителя. Вот так. Ну а что выгоднее? Да все выгоднее, потому что заниматься чем-то одним, я бы сказал, это, наверное, рискованное. Ну каждый день одно мясо, одно и то же мясо есть не будешь, оно надоест тебе есть. Каждый день пить одно и то же молоко, да ну конечно же надоест, надо всегда разноображивать там. Сегодня день молочную кашу поел, допустим, другой день там мясное какое-то блюдо, мясных блюд очень много, так же как и молочных. Так что не все, как это сказать правильно, вот я посоветую, может быть кому будет полезно, может быть интересно, не все, не все яйца складывать в одну корзину, нужно, нужно вот какое-то такое разделение. Ну, молоком чуть-чуть можно коровку завести для каких-то новых жителей, те, кто собирается жить, овечку завести там на мясо, на шерсть. Шерсть можно прять, вязать изделия вот эти все, шерстяные изделия, это можно там самим носить, продавать изделия, варежки, там носки, там что-то еще, еще изделий очень много разных. Кто-то держит, сейчас вот в деревнях стали заводить коз очень много, ну козье молоко, он очень жирный, и кто-то пьет его, кто-то не пьет, вот так вот, разные есть такие моменты с козьим молоком. Ну, а так вот, еще да, насчет молока скажу, здесь на днях услышал такую версию, версию такую услышал. У нас есть много в деревне людей, ну и все деревни, все люди в деревне простые у нас, умные, знают всякие какие-то интересные вещи. И говорит мне этот человек, говорит, а ты знаешь, что у вас коровы ненастоящие? Как так может быть коровы ненастоящие? Я говорю, нет, не знаю, как это может быть коровы ненастоящие? Ну, ваши коровы, это не те коровы, которые были в старину, в древности, это мутанты коровы. Я говорю, почему это мутанты? Расскажите мне, пожалуйста. Ну, и якобы, вот самые настоящие коровы, это же вот в Индии, они там дают всего лишь литр молока, или полтора, то ли литра молока, это мне человек сказал, то ли полтора литра молока, но самое хорошее молоко, это у этих индийских коров, они там самые настоящие, потому что дают мало молока, и оно легко усваивается человеком, организмом человека. А вот эти, которые у нас, сибирские коровы, российские коровы, это коровы-мутанты, они выведены людьми в процессе мутации через за много-много веков человеком, и они привыкли давать вот это большое количество молока, и оно большое количество молока, оно не так полезно и не так, как это сказать, для человека. Короче, ну такая хрень, ребята. Я что сказал, знаете, я говорю тому человеку, извините, я говорю, я этой информацией не владею о том, чем вы говорите. Так что вот так вот, такие у нас есть. Интересно узнать ваше мнение, как вы считаете, какое молоко полезное от индийских коров, или от наших коров, которые там дают литр молока, или полтора литра молока, или нашего тут дают, которые, да, сколько молока дает она, ну за раз корова где-то примерно дает литров 10 молока за одну дойку. Ну, вечером или утром, все суммируешь, где-то примерно выходит литров 20-25, может так вот где-то. Ну, у нас они беспородные коровы, они какие есть, такие есть. Это в колхозах раньше там велась вот эта селекционная работа с коровами. Также вот быков, производителей такое-такое семя семеняли. А сейчас корова у нас, ну покрылась-покрылась там, тем быком покрылась, тем быком, вот такой вот. Вот так вот. Надеюсь, Дима, я ответил на твой вопрос. Вот, все выгодное, и коров на молоко держать, и овечек на мясо, и кроликов, и этих, как звать, и козлов, все. Хозяйство же есть, хозяйство. Зима приходит, вот холодная зима, а кушать надо, что-то надо кушать, продукты с высокой калорийностью, тоже молоко, тоже мясо. Какие-то блюда можно приготовить из молока, мяса и других каких-то. Тем более, вот это побочные продукты, шерсть, шерсть можно вязать, носки, шерсть катает валенки. Правда, вот это ремесло вязания носков и катания валенок, вот это валяние, оно сейчас как-то стало немножко забываться, ну, не немножко, но стало забываться, очень мало людей остается, потому что сейчас все переходим на синтетику, синтетическая промышленность больше развита. Вот так, но все равно люди есть, кто это делать умеет, они продукцию свою производят, продают, продукции, правда, это стоит. Ручная продукция, она всегда стоит очень дорого. Ну, зато это ручная, зато это теплее, теплее лучше. Надежнее, интереснее. Вообще, любая ручная продукция, любой индивидуальный подход, это когда человек делает для тебя лично, ну, или для какого-то ограниченного числа лиц, оно всегда будет стоить дороже, чем вот это большое промышленное производство. Потому что, ну, индивидуальный подход и есть индивидуальный подход. Вот так, я так думаю, я так считаю. Ну, вот, надеюсь, я ответил еще раз, повторюсь, вот на ваш вопрос, Дмитрий. Да, еще такой вот дополню, наверное, да, дополню еще, так сказать. Вот недавно смотрел ролик своего соседа Алексея Пузикова с канала «Колхоз с нуля». Алексей там поднял такую тему, что лучше интенсивное или экстенсивное выращивание КРС. То есть, интенсивное – это когда скотины КРС стоят на привязи или в ограниченном пространстве, или в клетках, и в период перед каким-то вот этим, перед забоем, их начинают усиленно кормить вот дробленкой и вот этими зернопродуктами. И они очень хорошо поднимают вес. Вот так вот. Или экстенсивные. Экстенсивные – это значит, они находятся на беспривязном содержании, могут там ходить, есть, как стадные животные. В стаде просто ходят, и загорожена какая-то площадь, поле, площадь какого-то огорода, ну и просто площадь. И они там сами кушают, сколько надо они едят, сколько надо воды пьют, вот так вот, что лучше. И вот он там, Алексей, приводил вот эти интересные свои факты, наблюдения. Но я скажу так, что каждый решает сам по-своему, чем лучше заниматься. От себя лично скажу, что, конечно, есть даже такие случаи, что даже в нашем районе есть, когда держат животных, и просто корова находится на подсосе. То есть теленок родился, и сам мамку сосет, сколько там надо ему. Потом со временем его отделяют от мамки, и она там уже, они ходят там, молодняк отдельно, корова отдельно ходит. Вот. Это тоже интересный случай, но такие моменты есть. Ну, минусы этого, то, что я, я так думаю, минусы, это коровы, естественно, вдруг, корова, не скотина вот этого стада, она немножко дикая, не такая, как вот в нашем случае, когда человек каждый ходит, каждый раз ходит, убирается и приучает животных к себе. Животные чувствуют его, он помогает им что-то делать. Бывают такие случаи, когда корова начинает телиться, и надо ей помочь, надо ей помочь, то есть зафиксировать ее, чтобы, ну, за рога привязать, к примеру, за столб там, за какой-то это. Когда телиться начинает, теленок большой, или она там, матка у нее там, допустим, еще не разошлась, надо завязать теленка за веревкой за ноги и вытащить ему помочь. А она вот, при кстати, она вот, если дикая корова, диковатая какая-то, ее попробуй поймай и, допустим, вытащи, это тяжело же. Ну, тяжело вот этот весь геморрой, вот это, ну, зато вроде как бы считается естественный отбор. Отделилась, отделилась, не отделилась там, раз, под нож ее мясо пошел, сдал, заколол. Вот так вот. Вот такие моменты, я так думаю, так считаю. Интересно, как считаете вы. Ну, а вот маленькими, маленькими вот этими стадами, или как там, как мы держим в клетке, или кто-то держит на привязи. Мы часто очень ходим, больше внимания уделяем это каждой корове, каждой скотине. Там, ходишь, гладишь ее, ходишь, осматриваешь. Это, это, это. Она привыкает к человеку. И когда приходит вот какой-то критический момент, если корова, она не может там, допустим, отелиться, или там надо ее полечить там чем-то, раз, ее привязал за рога, раз, сделал дело там, допустим, свалил, поставил укол, сделал перевязку, если вдруг она заболела где-то, что-то. А в большом стадии это надо тогда делать раскол, загонять ее в раскол. Ну, раскол это такое место, клетка такая небольшая, куда она не может ни взад, ни вперед стоит там. Там можно сделать ей укол, допустим, завязать ее. Ну, короче, это, вот есть плюсы и минусы и в этом случае, и в этом случае. Вот при большом вот этом содержании, беспривязном, когда они ходят вот на подсосе, там они немножко диковатые. Вот я еще раз говорю, и ухаживать за всеми тяжеловато. Ну, не тяжеловато, как они, нет вот этого какой-то, вот этих маленьких, когда ухаживаешь за одной, за каждой, индивидуально, когда ты можешь хорошо ее посмотреть. А когда стадо большое, где-то ты просмотришь, где-то не просмотришь за каждой коровой там. Есть везде, вот еще раз скажу, свои плюсы и минусы. Так что, вот так вот. Ну, и опять же, у коров может быть мастит. Теленок может высасывать до конца молоко, может не высасывать молоко. Вдруг ее там где-то выми ударили, она там будет давать молоко с кровью, еще там гной какой-то. Он будет сосать, будет получать не совсем качественное молоко. Отсюда он может дристать, начать, ну и, короче, вот, все, уже, блин, елки-палки, уже вон сколько наговорил. Ладно, все, на этом все. Пишите свои комментарии, кто что думает. Ну, вот так вот. Жду вас на следующих роликах. Все, пока. Продолжение следует...